Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Новые правила для застройщиков. Как будут возводить дома в историческом центре города. 100 тысяч рублей на развитие бизнес-идеи. В Самаре принимают заявки на участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Пока не заставили футбольного бога быть с нами, главный тренер крыльев-советов прокомментировал поражение волжан. Повысить показатели по реализации нацпроектов во внутригородских районах Самары. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина на еженедельном совещании. Районы и власти отчитались о проделанной работе. Например, в Советском районе из пяти обновляемых придомовых площадок три уже готовы. В Октябрьском по программе формирования комфортной городской среды преображают три двора. К сентябрю работы должны завершить. В четверг будем собирать замов, руководителей управления, отвечающих за национальные проекты. И как раз определимся по самозанятым гражданам. То есть в целом по городу он у нас уже перевыполнен. Но мы, значит, либо пересмотрим его значение для того, чтобы вам было комфортно, но при этом полезно на будущий год отработать взаимодействие с физическими лицами. Кроме того, на совещании обсудили подготовку жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Всего в Самаре свыше 10 тысяч многоквартирных домов, больше половины уже готовы к холодным дням. Новые правила игры для строителей в Самаре. Теперь, чтобы получить разрешение на застройку в исторической части города, придется пройти несколько этапов согласования. Как считают власти, это необходимо, чтобы сохранить уникальную городскую среду. Подробнее расскажет Мария Левина. Более 700 самарских зданий представляют собой историческую ценность. 47 из них являются памятниками федерального значения. Более 400 – регионального. Градозащитники выделили порядка 800 домов в Самаре, которые особого статуса не имеют, но исторически не менее ценны для города. Чтобы оценить эти помещения, в городе сформировали экспертную комиссию. В результате ревизии она рекомендовала включить в историческое поселение еще как минимум 19 домов. Результаты работы комиссии исходили с того постулата, что ЦБФО является средовыми объектами, не обладающими самодостаточную ценностью для их обязательного сохранения, как объекты в культурном наследии. Их роль заключается в создании аутентичных исторических ценностей в момент городской среды. Историческое поселение Самары располагается в границах улиц Засекина, набережной Самары, Арцебушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова и Самарской. На этой территории запрещается строить высотки, а те дома, которые начали возводить еще до получения особого статуса, все же достроят. Квартиры в них уже куплены. Но чтобы получить разрешение на новые работы, строителям теперь придется пройти несколько этапов серьезного отбора. Мы рассматривали, в общем-то, у нас есть предложение абсолютно все вопросы выносить на Градсовет, но мы рассматривали, конечно, Градсовет города. Но если предлагают тогда и Градсовет города, и Градсовет при губернаторе, ну это будут еще два этапа отсечки. Вы не возражаете? Нет, я за. Все меры направлены на сохранение уникальных памятников архитектуры, которыми богато Самарам. Это наследие ценно не только для жителей областного центра, но и для всего региона, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Я, конечно, отдельно хочу подчеркнуть, что сохраненный для современников и потомков так называемый старый город, это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий эпохи, поколения и, конечно, человеческие судьбы, в том числе наших великих земляков. Сбережению архитектурного наследия и дальнейшему развитию Самары, конечно, мы должны уделять первостепенное внимание. Здания, которые вошли в границы исторического поселения, отреставрируют, а новостройками-великанами займутся дизайнеры, чтобы органично вписать новые дома в историческую городскую среду. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Пока другие страны закрыты, самое время исследовать Россию. В Самару приехали первые гости программы «Тур де пляж». Для них подготовили новую пляжную зону со всеми удобствами. Шезлонги, зонтики и развлечения на любой вкус. Об особенностях тура выходного дня расскажем в следующем сюжете. Занятия йогой прямо на берегу Волги проводят для первых гостей нового тура выходного дня «Тур де пляж». Москвичка Екатерина Подчуфарова говорит, что выбрала эту программу из-за близости к столице и возможности качественно отдохнуть именно в выходные дни, не тратя отпуск на дальнюю поездку. И своим выбором осталась довольна. Очень интересный многогородный город с красивыми набережными, что прям очень было удивительно. Очень разные, красивые, большие набережды. То, что много сделано пляжа пешей доступности. Очень красивые виды. Мы поднимали с горы в штольни, вообще замечательно. И запускали воздушных змеев, что тоже соокнулись в детство, прям суперское. В первый день тура гости посетили Ширяево, поднялись на гору Стрельную и гуляли по штольным. А во второй день стали первооткрывателями новой оборудованной пляжной зоны отеля, где они остановились. Для туристов подготовили шезлонги с зонтиками и полотенца, фотозону и барную стойку, мастер-классы по катанию на сапсерфинге. Очень много запросов было именно на благоустроенный пляж, чтобы с детьми можно было прийти, расположиться на шезлонгах, отдохнуть, покупаться. И мы, по сути, пошли навстречу нашим туристам, которые приезжают. Обратились в правительство Самарской области, в городскую администрацию, нас поддержали. Этот проект, который сегодня открылся, это проект хорошего государственного частного партнерства. Программа выходного дня «Тур-де-пляж» – одна из пяти, которые составляют большой туристический проект «Открытая Самара», реализуемого компанией-перевозчиком, региональными туроператорами при поддержке областного правительства и городской администрации. Гости прибывают в Самару на поезде, а затем распределяются по интересующим их направлениям. Существует особое внимание и желание посетить регионы России. Несомненно, Самарская область здесь занимает особое место на их карте. Ну и уже не первый существующий год бренд «Самара-город-курорт» – это тот бренд, который мы активно развиваем. И вот созданием таких специальных пляжных зон, еще более комфортных для наших гостей, тому подтверждение. В минувшие выходные в Самаре отдыхали гости по программам «Тур-де-пляж» и «Поезд на Плен-Р». В следующие выходные город посетят любители самарской архитектуры и Жигулевских гор. А 22 августа в Самару приедут гурманы, чтобы попробовать волжскую кухню. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре начался прием заявок на участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Его проводят по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Подробнее об условиях участия в проекте расскажет Лариса Шалафаст. В воде маленькая Алена чувствует себя уверенно и совсем не боится. На занятия в бассейн мама приводит девочку регулярно, чтобы укрепить здоровье ребенка и научить плавать. Она начала нырять у нас. Раньше мы даже на пляж ходили. Получалось, что там и вода, это страх какой-то был. А сейчас все наладилось у нас в этом плане. Оздоровительный центр для детей – это бизнес-идея Александры Котельниковой. Детский массажист по профессии она решила открыть в Волжском районе свое дело. В новом микрорайоне много молодых семей и ни одного подобного центра не было. Чтобы получить информацию о ведении бизнеса, Александра приняла участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Нам рассказывались такие вещи, как ведение бухгалтерского отчета, как психологически чувствовать себя комфортно, какие еще есть меры поддержки бизнеса. То есть очень много информации, которая оказалась весьма и весьма полезной. Прием заявок на участие в образовательном проекте на этот год открыт. Очный этап конкурса «Мама-предприниматель» состоится в Самаре, Тольятти и Сызрани. Его проводят по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Участие могут принимать женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или находящиеся в декрете, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или те, кто занимается бизнесом менее одного года. Мы будем обучать девочек основам предпринимательства, бизнес-планированию, основам бухгалтерских знаний, основам юридических знаний, которые необходимы для открытия своего бизнеса. И в первую очередь мы будем упаковывать их бизнес-идею в некий бизнес-план, где они для себя в первую очередь будут понимать, а как им делать, какие шаги, алгоритмы для того, чтобы от мечты перейти к делу. Заявки на участие принимаются до 7 октября. Победитель получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Подробнее об участии в проекте можно узнать по телефону, который вы видите на экране. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Нефть марки «Бренд» подорожала после снижения цен в пятницу. Банки готовятся к новому формату переводов, а цены на вторичное жилье в крупнейших городах России в августе демонстрируют почти нулевую динамику. Подробно об этом в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Мировой рынок нефти начал новую торговую неделю активным ростом. Избежать падения нефтяным котировкам позволили прогнозы по спросу на энергоносители и меры Ирака по сокращению добычи сырья. Об этом сообщают аналитики торговых площадок в понедельник 10 августа. В начале торговой недели цена на эталонную марку «Нефти Бренд» поднялась до отметки 44,81 доллара за баррель. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 августа, составляет 73,63 рубля. Евро – 87,17. Эксперты считают, что ниже 70 рублей за доллар курс уже не опустится. При дальнейшем распространении коронавируса в случае неэффективности вакцины и спаде спроса на энергоресурсы доллар может подорожать до 90 рублей. Цены на вторичное жилье в крупнейших городах России в августе демонстрируют почти нулевую динамику. Такая тенденция сохранится как минимум до осени из-за опасения брать кредиты на фоне снижения доходов. Международные резервы России могут превысить исторический максимум в 598,1 миллиарда долларов уже в августе. Эксперты рейтинговых агентств считают, что это произойдет благодаря росту цен на золото и зарубежную валюту. Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и платежей по кредитам, должен позволить экономить на комиссиях. Банки протестируют новый способ безналичных платежей. Деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица. Он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода. Этот механизм может стать еще одним проектом Центрального банка, который позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, что удешевит такие операции. Счетная палата указала на достаточно низкое исполнение расхода федерального бюджета Министерством просвещения России за 2019 год. Это следует из сообщения ведомства, которое проверило, как в прошлом году исполняли бюджет Минпросвещения и Рособорнадзор. Исполнение расхода федерального бюджета составило 82% от предоставленных Министерству ассигнований. Неизрасходованными остались свыше 37 миллиардов рублей. Такой остаток образовался преимущественно из-за несвоевременного заключения контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг, несоблюдения сроков поставки оборудования. Также Минпросвещение неравномерно тратило средства в течение прошлого года. Почти половина кассовых расходов, это 81,5 миллиардов рублей, пришлась на четвертый квартал. На этом все. Контролируйте свои расходы. В Самаре возбудили уголовное дело по факту крупного пожара в железнодорожном районе. В частном секторе поселка Шмидта в эти выходные сгорело 10 домов и надворных построек. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1300 квадратных метров. Обстоятельства возгорания сейчас устанавливаются. Ход расследования контролирует прокуратура Самары. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Анатолий Головко расскажет подробности. О крупном пожаре в поселке Шмидта стало известно рано утром в 4.50. Первым загорелся жилой дом на площади в 250 квадратных метров. Во время тушения произошел взрыв газового баллона, который перелетел через несколько зданий. Из-за этого образовался еще один очаг возгорания. Через несколько часов площадь пожара возросла до 1300 квадратных метров. Предварительная причина пожара – это аварийный режим работы, электропроводки. В жилом доме по адресу Железноводская 23. То есть мужчина пытался потушить пожар, он поставил чайник, отошел, вернулся, уже увидел, что происходит горение, пытался потушить, но не получилось, вызвал пожар. Сотрудники МЧС работали в сложных условиях с угрозой для жизни. Вытащили с места пожара 32 газовых баллона. В общей сложности пламя уничтожило 10 домов. Проснулись в 5 утра от запаха горей. Успели, поняли, что что-то горит сзади сосед. Успели эвакуировать детей. У нас приютила соседка на первое время. Мы пока живем соседке. Будем пока у соседки находиться. С тремя детьми и совершенно лень весь. Администрация Железнодорожного района развернула пункт временного содержания для погорельцев. Жителей домов, пострадавших от пожара в поселке Шмидт, разместили в школе номер 134. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях дня. Самарские полицейские накрыли игорный клуб в одном из магазинов на Красной Глинке. Сотрудники органов внутренних дел изъяли игровой автомат и задержали предполагаемого организатора. Им оказался ранее несудимый житель Самары 1969 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до шести лет лишения свободы. В Самарской области собрали полтора миллиона тонн зерна. В полях почти полностью убрали пшеницу. Урожайность озимых зерновых составляет в среднем 35 центнеров с гектара. Рекордсменами по сбору стали Ставропольский, Кошкинский и Сергиевские районы. В ближайшее время начнется сев озимых под урожай следующего года. Возле Самары-Арены на несколько дней перекроют дороги из-за чемпионата и первенства по велосипедному спорту. Движение временно ограничат с 8 утра до 16 часов 11, 12, 28, 29 и 30 августа. Также в эти дни на пути следования спортсменов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршруты. Сотрудники Роспотребнадзора в очередной раз проверили санитарное состояние пляжей Самарской области. Специалисты проанализировали 20 мест и выявили несоответствующие пробы воды в местах рекреации по микробиологическим показателям. На пляжах 2 и 4 очередей набережной, а также на пляже Загородного парка. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 9 августа отметил день рождения. Коллектив телеканала «Самара ГИС» и жители города поздравляют главу региона с юбилеем. Дмитрий Игоревич, спасибо за эту прекрасную набережную. С днем рождения! Дмитрий Игоревич, огромное вам спасибо за благоустройство нашего двора. Всем жителям все очень нравится. С днем рождения вас! Всего вам самого-самого хорошего! Дмитрий Игоревич, с днем рождения! Спасибо, что облагородили наш сквер. Теперь нам есть где гулять с детьми. Теперь в Самарской области будет больше чемпионов по фитованию. Спасибо за новую школу. С днем рождения! Дмитрий Игоревич, вас приветствуют родители 46-й школы. Большое спасибо вам за новое светлое отремонтированное здание. С днем рождения! Всех благ! От всех водителей Самары большое спасибо вам за улицу Гагарина. Дмитрий Игоревич, благодаря вам у нас появились такие замечательные спортивные площадки. С днем рождения! В Самаре прошел всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч». Поучаствовать в нем в город приехали команды со всей области. Их разделили на группы. Каждая подходила на паркет к отведенному времени. Таким образом удалось избежать скопления людей на площадке. С участниками пообщалась Мария Левина. Дмитрий Приходько в спорт пришел около 20 лет назад. Вспоминает, тогда это было одно из увлечений – плавание, танцы и баскетбол. Только последний, в отличие от прочего, не бросил. Увлекло. За плечами сотни турниров сейчас он играет в стритбол от баскетбольного клуба «Самара». Стритбол – такая игра, что может выиграть любой, по сути. Много раз доказывал, что приезжает команда, вроде бы ничего такого. Они просто за счет желания выигрывают других. Поэтому на каждое соревнование надо выходить с максимальным настроем. В стритболе вообще нельзя расслабляться. Наряду с опытными спортсменами – парни, которые только начинают свой путь в мир большого спорта. В «Самару», чтобы поучаствовать во всероссийском турнире «Оранжевый мяч», приехали 64 участника со всей области. Их разделили на 4 группы. Каждая подходит на паркет к определенному времени, чтобы не допускать большого скопления людей на площадке. Времена диктуют свои правила и помимо мяча из сетки на полях – санитайзеры. Несмотря на все пандемические дела, которые на нас нахлынули, мы эти тучи разгребаем не только баскетбольными большими руками, но еще разбрасываем их мячами. Этот турнир – глоток воздуха. С апреля, с марта месяца мы не брали в руки баскетбольный мяч. И вот только август месяц дал нам такую возможность вновь встретиться на новых баскетбольных площадках. Турнир традиционно проводят в День физкультурника. Одна из задач нацпроекта «Демография» – привлечение жителей к регулярным занятиям спортом. Кроме того, это отличная стартовая возможность для начинающих баскетболистов, поскольку на площадку нередко приходят тренеры присматривать себе игроков. Для этого они здесь и участвуют, чтобы как-то проявить себя, не только сыграть для себя, кого-то победить, но и также проявить, может быть, чтобы заметил какой-то тренер, какой-то специалист, чтобы было приглашение в профессиональную команду. Это всегда такая практика, может, даже и не ожидает этот игрок, но своим талантом, своим рвением он может доказать, что он может играть на другом уровне. Победители турнира получили кубки и медали. Мария Ильевна, Василий Калдашов, События. Команда Самарской области стала чемпионом России по пляжному регби. Сборная завоевала золото в финале, обыграв «Казанскую энергию» 8-6. 9 из 12 игроков нашей команды представляют спортшколу с шор номер один. На первой тренировке после триумфальной победы побывала наша съемочная группа. Спортсмены сборной Самарской области по регби к тренировкам приступили сразу, как только вернулись в Самару. Расслабляться некогда, теперь нужно удерживать высокую планку. Как только приехал только домой, я сразу начал пересматривать свои игры и находить свои ошибки, анализировать их и как-то указывать на мои слабые какие-то стороны, над которыми нужно поработать. В национальном чемпионате по пляжному регби участвовало 15 мужских команд. Сборная Самарской области, сформированная на базе спортшколы Олимпийского резерва Министерства спорта региона, впервые стала чемпионом страны. В финале турнира самарцы обыграли главного фаворита – «Казанскую энергию» 8-6. Руки на финале не дрожали, да, и не было волнений, что там что-то произойдет не так. Парни сделали ровно то, что умеют, и сделали очень хорошо. Большое внимание созданию условий для подготовки спортивного резерва уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем послании он отмечал, главой государства поставлена задача подготовить спортсменов для включения их в составы сборных команд. И в регионе созданы условия для развития спорта. По нацпроекту «Демография» спортшколы получают дополнительную поддержку. Так, сборная по Рыгове получила 30 мячей. Это действительно было запланировано нами раньше в рамках национального проекта. Есть несколько организаций, учреждений, которые получили эту федеральную поддержку. Два государственных учреждений – ШОР номер один и ШОР номер пять. И это несколько видов спорта. Поэтому она предусмотрена по годам. Я думаю, что на следующий год мы тоже определим организации спортсменов и детей, которые такую поддержку получат. Старые мячи, которые тоже в хорошем состоянии, передадут детским командам для тренировок. Лариса Шлафаст, события. Матч второго тура футбольной национальной лиги «Велес Крылья Советов» закончился с сенсационной победой хозяев поля. Команда из Домодедова не оставила шансов одному из главных фаворитов первенства. Как развивались события в поединке, расскажет Анатолий Головко. Подопечные Игоря Осенькина ехали в Домодедово, чтобы реабилитироваться за ничью с Балтикой перед своими болельщиками. Но новичок футбольной национальной лиги явно не планировал уступать самарцам. На десятой минуте это доказал защитник «Велеса» Павел Котов. Он поразил ворота Евгения Фролова эффектным дальним ударом. После перерыва хозяева поля упрочили преимущество. Гол на свой счет записал Артем Максименко. На 62-й минуте за второе предупреждение судья удалил капитана Крыльев Александра Гацкана. В меньшинстве волжане пропустили еще. Павел Котов оформил дубль. Самарцы размочили счет лишь в концовке встречи. Егор Галенков переиграл голкипера «Велеса» и установил итоговый счет на табло. 3-1. Вот пока мы еще, не знаю, как-то еще не заставили футбольного бога быть с нами. Не попросили, будем так говорить. После досадного поражения капитан Крыльев Советов Александр Гацкан нашел в себе силы и извинился перед болельщиками за результат. От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувство болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна. На это требуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом нам нужно прибавить. После второго тура Крыльев Советов опустились на дно турнирной таблицы и занимают 18 место из 22. Исправить ситуацию можно уже в среду, 12 августа. Волжане померятся силами с Хабаровским СКА на Самара-арене. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Анатолий Головко. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин